Почему вы считаете Пирса таким оскорбительным? Я так думаю, из-за мнения Пирса о транс-людях, в частности, о небинарных личностях. Вы измываетесь над ними, насмехаетесь над ними, используете их как развлечение, используете жизнь людей, уязвимого меньшинства, как цель для смеха и получения внимания. Думаю, это неквалифицированный журнализм. Когда он такое делал? И будьте точны, дайте конкретику. Но когда вы заявляете, что вы двуликий пингвин, знаете, почему я так говорил? Просветите. Потому что мы с вами спорили о сотне гендеров, и я заявил, что если вы буквально можете самоопределяться, выбирая более чем из сотни гендеров, включая двуликие и тому подобное, то я могу самоопределяться как двуликий пингвин. Другими словами, нет никаких пределов, и что интересно, вы хотите, чтобы я уважал всю эту сотню гендеров, невзирая на бессмысленность некоторых из них, но у вас ноль уважения к моему праву идентифицировать себя таким образом, которым хочу. Другими словами, вы противоречите сами себе, заявляя, что любой может быть тем, кем хочет. Но как только я решаю, что хочу быть двулики пингвином, вы начинаете невероятно злиться и хотите контролировать то, как я самоопределяюсь. Это не так работает. Вот в чем мой аргумент, и это не трансфобия, это демонстрация недочетов вашей позиции. Это не так, потому что быть пингвином, это не входит в спектру гендеров. Я не трансфоб, не согласен с использованием такого прозвища. Я лишь оспариваю это нелепое утверждение, что сегодня есть сотни гендеров. Это опасность и заблуждение. Позвольте сказать, думаю, что тема сотни гендеров всех задела. Конечно же, некоторые... Я полностью понимаю людей, у которых есть стереотипы касательно гендеров. Но сотни? Сто путей для самоопределения? Ну, это общий термин для небинарных людей. Людей, которые не определяют себя ни женщинами, ни мужчинами. И для их самоопределения у нас есть специальные слова. Хорошо, но сотни? Да, разные слова для разных людей, чтобы описать. А сколько вы можете называть из них? А мы не будем в это углубляться. Вам не надо быть гендер-экспертом, вам нужно быть просто сострадательным, пирс. Нет, это не так. Ваше и мое сострадание — две разные вещи. Я видел сострадание, которое мне показали на прошлой неделе. Его не было, были оскорбления. А вы на самом деле хотите, чтобы люди могли самоопределяться как им угодно, ровно до того момента, когда кто-то типа меня говорит «Окей, в таком случае я хочу быть двуликим пингвином». И вы начинаете злиться. Потому что это не гендер, и это не типично. Я хочу, чтобы вы уважали тот факт, что я тоже хочу иметь такое же право. Вы же сами хотите, чтобы каждый был кинхочек. Вы называете таких, как я, снежинками, и говорите, что мы слабые. Да, но нет ничего сложнее, чем иметь силу быть самим собой. А вы согласны до примера, что существует серьезная проблема касательно трансгендеров, которые были мужчинами и стали женщинами, которые соревнуются в женских соревнованиях и бьют все рекорды. Буквально делая женщин, которые родились женщинами, не способными соревноваться. Это честно? Трансженщина? Трансженщина – это женщины? Нет. Они не могут быть их. Они не могут быть. То есть у вас нет вопросов, например, к 195-сантиметровой личности, которая родилась в теле мужчины, который был бегуном. Такое сейчас происходит в Коннектикуте в Штатах. Женские рекорды были аннигилированы двумя очень высокими, очень сильными людьми, превратившимися из женщин-мужчин. Сейчас они бьют все рекорды. Я не собираюсь подыгрывать к демонизации транслюдей. Это честно по отношению к женщинам? Честно ли? Ну, у нас есть гендерно-нейтральные награды, а жить в мезогимном обществе – вот реальная опасность. Сегодня женщинам достается намного меньше наград. Это нормально для спорта. Насчет спорта? Там есть несправедливость по отношению к женщинам? Думаю, что есть разные виды спорта, и мят ли женщина-транс получит преимущество в гольфе? Думаю, самое время попытаться сменить тему.